приветствую всех сегодня у нас будет новость реала вот в короткосрочной перспективе я буду прям частенько пропадать вот связано это с тем что недавно пришло недавно позвонили из строительной компании сказали прийти там посмотреть хату все дела вот ну я короче с работы отпросился как всегда я напомню они уже задержали на полтора года мне стройку и то есть заебали думаю скажу посмотрю чего они там делают вот просто подлетаю не горит подписывает тут все то 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 и назад возвращайся я там подписал прихожу смотрю ну как бы норм хату ремонта все дела но не довезена сантехника там кухни там прочее вот я назад возвращаюсь это чел такой все устраивает как бы заебись все вроде он говорит ну вот на ключи можешь заезжать я такой думают и они могли за сколько-то месяцев типа предупредить чтоб я хотя бы начал там что-то собирать что-то какие-то эти готовятся благо у меня там с ремонтом ничего ремонтировать не надо вот можно просто заезжать там закупить хуйню всякую да и типа и всего вот поэтому никто на некоторое время я скорее всего пропаду вот и те кто сейчас у нас на концах кстати те кто на концах не забывайте каждую неделю созвон потому что народа много я блять не успеваю это еще плюс к тому то есть предупредил да люди которые на концах пишем будем как-то но если что вдруг перенесем на какое-то время у меня дел стало больше но я увольняюсь такая вот история то что ну смысла работать нет вообще и как бы и хата есть и то есть хата выплачена и как бы душиться не нужно это кстати еще раз к тому вопросу что народ не ходит народ не ходит гоев развожу на бабки но каким-то образом квартиру выкупил и там короче пару лямов поднял так скажем за год блять никто не ходит парни все гоев разводим вот и как раз таки обратиться к тем кто считает что тут гоев разводим и тех кто там сытца на концы ходить рекомендую ну либо быстрее думку свою включать да потому что сейчас у меня освободится время я буду шнырять тут по всему по всем возможным закоулкам и непонятно как вообще история этого что выглется по-любому будет подорожание сто процентов сейчас я как бы съезжу но по цене договориться как бы примерно на какую поставить да но я уже вижу что это минимум тридцатка будет этого это сто процентов вот может быть какой нибудь там не знаю короче не хочу загадывать пока что остается по-прежнему но это в общем то ненадолго это до того момента как я не ну до того момента пока на аудитории ютуба как бы терка не знаю как объяснить короче как как только мы выйдем из аудитории ютуба то до свидос возможно что до свидос навсегда потому что мне много денег не надо хата есть все есть и мне вот соточка и прям я вообще в шоколаде просто полно не как бы но проще зарабатывать меньше но меньше работать так скажем то есть мне проще поездить куда-то что-то там потусить там тот же питер москва там приглашают в разные места вот типа того еще раз те кто там либо думаю что гаев разводим никого нету либо там в раздумьях пошевелите хотя бы какой-нибудь извилины которая там осталось я понимаю что там уже практически ничего не осталось судя по тому что там в ютубчике творится но тем не менее потом будет блять ну очень плохо поверьте очень плохо и вот как бы уже помните видео про отца олега которое мы снимали буквально там год назад наверно с молодым и владимиром я там сказал что ему там жить осталось ну год-два ну все вот он все приплыл а хотя я ему говорил что давайте помогу он как бы меня но не он точнее а кто там админ блять телеграма они меня набрели сказали это им не интересно это развод вот а сыграть в ящик не развод понимаете и блять большая часть канала такие же точно долбоебы просто такие же точно выбирают смерть вместо того чтобы попробовать хотя бы что-то новое просто суд не знаю короче думаете сто процентов поменяется просто не 100 1000 я у меня будет много свободного времени я буду рыскать везде вопрос на что нарвусь вот это единственный вопрос только просто во что я нарвусь вот прошлый раз нарвались на арбенина очень 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 хорошо нарвались на арбенина вопрос теперь его куда еще нарвемся там как бы поле непаханное на кого нарваться и такое дело дело случае удачи и прочие теперь его будет намного больше проб потому что пока на работе был я вообще ничего не делал я чисто вот с ютаберской аудитории там разбирался но арбениновский еще тоже там залетали причем духу я залетали но типа такое с момента как я уволюсь будет все очень плохо мне на самом деле понравился вариант который предлагал мт в свое время это стать боссом качалки и оттуда народ тягать и я наверное его пойду реализовывать вот не знаю работать не работать работать вообще не охота а вот как скачалки покачать как-нибудь устроиться там на одну тысячную ставки чтобы появляться только в выходные оттуда как бы качать аудиторию вот это было бы норм но чувствую я что с такой с таким дефицитом кадров как воронеже не прокатит эта хуйня ну но anyway anyway как минимум ну она надолго у меня бабок надолго хватит на фармленных то есть там ну народ не ходят понимаете народ не ходят деньги фармятся как как непонятно 10 любовниц откуда появились тоже народа нет парня одни гои приходят на шекель разводится но только потом еще полтосиками меня закидывает ладно это лирика то есть это еще раз к тому что подумали поменяется сто процентов как бы вообще нахуй не прикрылась здесь все потому что есть и такие шансы и такое тоже предлагали только не выгорело а вот кстати еще что хотел сказать те люди которые предлагали помощь но она не выгорело но не стоит убиваться ради это то есть да вы там сказали там написать там такому-то чел он там что-то кинул и прочее я на вас никакой обиды ты не держусь чего ну с чего взяли вы как бы мне безвозмездно помогли да ну пусть не выгорел да блять тут тут 99 процентов не выгорает понимаете потому что тема ну не тема а именно народ он очень очень убита психика у просто у целого пласта населения то есть они запрограммированы уже умирать до 40 это не шутка они запрограммирован жрать дерьмо умирать до 40 и как бы какая-то очень странная тяга к тому свету я не знаю как это объяснить то есть тяга к тому свету и прожить это очень но как они говорят ярко но на самом деле в параше быстро в параше как-то мотивирует а какими-то достижение не знаю очень глупо очень тупо пример этому отец олег реальный там следующий тоже на выход усатый тоже на выход резервация на выход очень много там людей которые по отлетают вот но в резервации не зачем помочь но так чисто хотел залететь тоже как бы на брилли кстати есть еще варианты и мы его уже прорабатываем это помощь некромантам но что-то мне подсказывают что некроманты в них личности нету и как-то с ними взаимодействовать но это все равно что взаимодействовать с порошком когда нету личности это очень как бы это сказать то даже не знаю ну то есть у него программа она поменена и он как бы движется к смерти семимильными шагами ему его то есть не у переубедить там ну ты разговариваешь тупо с порошком какое-то такое у меня было впечатление да есть там какие-то разумные которые в ремиссии но что-то тоже там разума там и не пахнет не не цепляются ни за что то есть они цепляются за какую-то не знаю короче вот но тем не менее это тоже прорабатывается и вопрос только вот бам мы кому-то зарядили не у нас есть уже кому мы зарядили то есть если что он может впрячься там сказать что система такое такая-то такая-то было и он с нее связь даже не один там минимум уже человек наверное 5 точно есть вот и все и у них кстати даже в лечение психологическое предотвращено это очень легко объясняется потому что я выпускал ролик про ну да тут метрическую систему удовольствия и там как бы некромантия она ну далеко не крутая то есть даже хвост перебивает ну конечно не все но тем не менее его хватает для того чтобы жить очень хорошо даже несмотря на то что у вас есть психологическая вот это вот психологический надлом надлом встраивание наркотиков лимбическую систему то есть что у вас как бы предвкушение высшее что не знаю короче как сказать очень в общем вы знаете удовольствие которые не сопоставимы с обычной жизнью даже в таком случае хвост он перебивает несмотря на то что он слабее так скажем и на этом как бы основана лечению просто он перекрывает все вопрос закрыть вот как то так пока я наверное буду пропадать частенько частенько буду пропадать но знаете что скорее всего скоро все поменяется и как бы скорее всего не в вашу пользу но это очевидно то есть я не могу сидеть там рассчитывать на маразматиков которые сидят на канале ожидая то что я расскажу секрет как телочками владеть ну типа это бессмысленно типа того вот я как бы этот канал полностью посвящен теме если как бы народу это не нравится ну проще его закрыть и искать новую тип того но для вас что то что это это последствия блять катастрофически поверьте мне на слово просто волой вы зря блять володьку недооценивать и вы смотрите блять всяких долбоебов как-то типа отца олега блять который типа завязала и типа блять там сейчас скажут на тромба умер как и муха 8 блять просто на лицо вы ставите в пример себе неадекватных людей просто занижаете других когда выяснится правда будет очень плохо и нам уже ну как бы вот хейтеров которого я за скамил он вам и сказал что володька то про петлю это еще очень мягко шутит будет блять еще хуже просто хуже и он как бы объективно сказала причем это великий укр прошу заметить который не просто блять какой-то нормис который мало того что проторчал еще и блять в свинг банк беттлах каких-то там участвовал то есть вам такого даже не снилось и тут блять говорит и тот говорит что хвост это вот-вот то что нужно то есть вы этого не найдете просто нигде не препы они этого не дают как-то так вам что тут стращать короче те кто на концах не забываем раз в неделю единственное что я могу там переносить такое может быть ну типа ничего страшного блять переживете я думаю и те кто сомневаются ну напрягите плиз извилины которые остались нужно потом будет очень плохо то тут просто очень и очень плохо вот на этом я прощаюсь всем до новых встреч